Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире новости на телеканале «Волгоград-1» в студии Екатерина Алтухова. О главных событиях города-региона в материалах наших корреспондентов. В Томбовской области продолжается расследование обстоятельств страшной аварии, в которую попали волгоградцы, следовавшие рейсовыми автобусами «Волгоград-Москва». Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу оказать помощь пострадавшим. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный ветер, который и опрокинул сначала один автобус, а затем второй. В больницу Тамбова было доставлено 18 человек. В настоящее время известно о двух погибших жителях Волгоградской области. На месте ЧП скончались 46-летняя волжанка и 43-летний волгоградец. Согласно поставленным главой региона задачам, в Тамбовскую область немедленно выехала бригада специалистов-медиков по оказанию экстренной помощи, а также представители комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Сотрудники экстренных служб ждут, когда родные жертв ДТП приедут на опознание, пока личность третьего погибшего не установлена. Тема коронавирусной инфекции продолжает оставаться номером один в топе самых актуальных и обсуждаемых в России во всем мире. Как изменяется обстановка в Волгограде? Есть ли заболевшие? И почему принято решение закрыть все международные рейсы, прибывшие в Волгоград? Выясняла Татьяна Крючкова. Напомним, с 16 марта в регионе введен режим повышенной готовности медицинских учреждений Волгоградской области и подготовки всех ведомств к реагированию на разные варианты ситуации с распространением коронавируса. 22 марта в Международном аэропорту Волгограда приземлился последний борт, прибывший из-за границы. Все пассажиры которого были сразу же обследованы, а самолет обработан. Заранее подготовлено пять обсерваторов для прибывающих из-за границы на 596 коек. На время противоэпидемиологических мероприятий рейсы из-за рубежа приниматься не будут. Во всех транспортных терминалах осуществляется тепловизорный контроль пассажиров. Организована закупка средств личной гигиены. А 20 марта в поликлиниках города приостановлены все плановые мероприятия, будь то диспансеризация или прививочная кампания. Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 673 человека, прирост 94 человека за сутки. В боксированных отделениях инфекционных больниц остаются 26 человек, в том числе 24 взрослых и 4 ребенка. Обследовано на коронавирус всего 1140 человек, за последние сутки 31 человек. Выполнено всего 1533 исследования на коронавирус. За последние сутки 31 исследования. Продолжается работа горячей линии Центра медицины катастрофы. За 18 дней работы на горячую линию обратилось более 300 человек. Активно в круглосуточном режиме работает с 17 марта колл-центр на базе медицинского информационно-аналитического центра, отвечая населению на различные вопросы. И несмотря на то, что в России не зарегистрировано смерти от коронавируса, сохранять режим гигиены очень важно. Находясь на домашней изоляции или удаленной работе, любой человек может найти необходимую информацию о том, что делать и как себя вести в случае появления каких-либо симптомов на сайтах и в режиме онлайн. 91 случай, все они пришлись на город Москву. Накануне прирост был 61 случай в шести регионах Российской Федерации. Таким образом, уже число регионов, в которых зарегистрированы случаи, более 50% составляет. Но поскольку наше население такое очень мобильное и очень много есть, особенно из европейских стран, а сейчас у нас все случаи заболеваний в Российской Федерации, это завозные случаи. Правительством Российской Федерации и, соответственно, нами, управлением, органами исполнительной власти, субъекта, комитетом здравоохранения, но проводятся беспрецедентные меры. Здесь, что самое главное, ну, не надо бояться заболевших. Да, они, конечно, будут, наверняка будут в разных регионах страны. Мы не остановим потоки населения, как было, например, вот с Китаем, закрыв границы, перекрыв. Это было легче сделать, чем с европейскими странами. Но здесь главное, необходимо принять все мероприятия по изоляции, по лечению, по нахождению всех лиц контактных, также их изолировать. Ситуация под контролем, и ее развитие зависит от каждого из нас. Соблюдая элементарные правила гигиены и вовремя обращаясь к врачу, мы можем обезопасить себя и своих близких. Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». Уже скоро россияне придут на избирательные участки и сделают свой выбор – вносить или не вносить изменения в главный закон страны. Накануне избирательная комиссия Волгоградской области и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг подписали соглашение о взаимодействии на предстоящий референдум. Соглашение о взаимодействии направлено на то, чтобы каждый житель Волгоградской области, независимо от того, где он находится в момент референдума, на отдыхе или в командировке в другом городе, смог законно принять участие в общероссийском голосовании по вопросу внесения в поправок в Конституцию Российской Федерации. Подписи под документом поставили председатель региональной комиссии Виктор Черечукин и директор МФЦ Волгоградской области Ирина Змановская. Несмотря на то, что филиальная сеть, мои документы с 20.03 переведена на предварительную запись, в каждом филиале, напомню, 48 филиалов, будет выделено отдельное окно, где в том числе можно в текущей очереди получить открепительный талон для возможности голосования по месту нахождения. Для этого необходимо при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации. В случае нахождения его на замене, необходимо иметь временное удостоверение. С помощью автоматизированного рабочего места будет осуществлена возможность изменения избирательного участка. Гражданину будет выдан открепительный талон, в котором будет указан номер избирательного участка, а также адрес, где он сможет оставить свой голос. Стороны договорились о взаимодействии при организации предоставления гражданам услуги по приему и обработке заявлений о голосовании по месту нахождения. Пункты приема заявлений будут открыты в 49 территориальных подразделениях МФЦ по всей стране. Такой механизм работы на голосовании в регионе не новый. Он был отработан на выборах президента Российской Федерации в 2018 году и на выборах в органы государственной власти Волгоградской области в 2019 году. Константин Родионов, Анна Дребнева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Девять волгоградских дворов в этом году вошли в программу по благоустройству формирования современной городской среды. Стать ее частью мечтали и жители домов по улице Аракской, чей двор за последние годы превратился в одну большую стоянку легкового и грузового автотранспорта. Там каток заливался. Там были качели большие. Сегодня на месте катка парковка. От качелей не осталось и следа. Небольшой островок в центре двора – единственное место, куда жители окрестных домов, в числе которых 33-й и 35-й по улице Аракской, выходят на прогулки с детьми. Однако детской площадкой это назвать можно с большой натяжкой. «Я здесь живу с самого детства, с рождения. И раньше здесь хотя бы можно было играть, потому что были хоть какие-то качели у нас, хоть что-то, песок был чистый. Да, грязно. А сейчас у нас очень грязно. Это невозможно вообще играть. Мы практически здесь не гуляем, не выходим. Выезжаем куда-то в центр на какие-то платные площадки детские, потому что здесь это просто ужас». Территория площадки не относится ни к одному из окрестных домов. Участок не отмежован. А потому управляющие компании. Здесь их три, у каждого дома своя, не обязаны в принципе заниматься его благоустройством. И жители это понимают. С просьбы решить этот вопрос молодые мамочки неоднократно обращались к местным властям. «Бьюсь, бьюсь, пишу, вот и Волгоградскую думу, и в МОК никто нам не отвечает. Писали, ну, с какой целью? Чтобы привели в порядок площадку и убрали машины? Да, писала, чтобы нам построили детскую площадку. Я уже в течение трех лет за это бьюсь. И убрали машины, да, хоть бы как-нибудь огородили наш двор. Никак. Новая управляющая компания, обслуживающая 35-й дом по Аракской, солидарна с жителями. Современная и безопасная детская площадка нужна. Однако принять участие в программе по благоустройству двор пока не может. Для того, чтобы участвовать в программе городская среда благоустройства, решение нужно от собственников первоначально, да, общее собрание. Мы выходили с инкотелем, мы жилищем ранее, то есть к нам обращались в этот дом. Но ведь для решения такого не приняли. Собственники должны понимать, да, что территория, которая будет отмежевана к жилому дому, повлияет на тариф с обслуживанием ремонта общего имущества. Потому что территорию нужно будет дальше, в дальнейшем обслуживать, убирать, что-то надо делать. Ситуация действительно непростая. Присоединив территорию площадью почти 800 квадратных метров к своему дому, жители 35-го Паракской вынуждены будут взять на себя и все текущие расходы по его содержанию. В идеале, конечно, совместное владение, но на сегодняшний момент управляющие компании соседи подобное даже не рассматривают. Тем не менее, детскую площадку управдом 35-го в ближайшее время планируют привести в порядок. Починить и подкрасить уцелевшие качели, высадить деревья. Пример, несомненно, достойный подражания. Ольга Терентьева, Андрей Савитов, телеканал «Волгоград-1». Пока одни волгоградцы обеспокоены мировым вирусом и наличием гречки в магазинах, а другие решают коммунальные проблемы, третьи пристально следят за весенней обрезкой деревьев. В центре города она даже закончилась висячими пеньками. Что это такое, расскажет Герман Кириченко. Висячие пни в самом центре города мерно покачиваются на металлических тросах. Как тебе такое, Илон Маск? Уникальный арт-объект остался после обрезки стволов сухих деревьев. Стволы обрубили, но пеньки оставили. Теперь они качаются, вдохновляя гуляющих по аллее жителей города. Обрубка деревьев, думаю, что не полезна. Нужно объяснить. Ну, потому что я считаю, что лучше, наоборот, озеленять и сажать деревья, нежели их срубать. Обрубка тоже нужна, конечно. Такие, если старые деревья, если негодные. Если хорошие деревья, зачем их обрубать? Больше кислороду будет. Ну, выглядит это сейчас ужасно, но я не знаю, для каких целей это делается. Ну, это вынужденная мера, это же ветки сухие, получается, пиливают. Жалобы волгоградцев по поводу слишком усиленной обрезки деревьев нельзя назвать совсем уж необоснованными. Летом в знойном городе негде укрыться от солнца. Специалисты муниципальной службы озеленения объясняют, что это не варварская обрезка, а омолаживание. И оно продлевает жизнь деревьев на 30%. Поэтому через несколько лет обрубленные деревья уже красиво смотрятся с обновленной кроной. В департаменте городского хозяйства нас заверили, что проведение омолаживающей обрезки осуществляется только по согласованию с районной администрацией. которая проверяет, действительно ли дерево подлежит сносу. Вот этими правилами, которые сослались, в том числе разрешена обрезка на пень. То есть когда речь идет о старовозрастном дереве, для пробудения спящих почек, необходима глубокая обрезка. Практически на спол. Поэтому комиссия района, в составе которой есть агрономы, это соответствующим забыванием, агрономическим выходит на место, на потенциальной обрезке и оценивает ситуацию. Поэтому речь о том, что идет о вязках и на полях. Понятно, березы никто не обрезает. Поэтому речь принимает на внимание как породный состав, так и состояние дерева. Поэтому в каждом районе есть своя комиссия, в которой все производится. Более того, на получение омолаживающей обрезки под глубокой административной рекламе предоставления депутатных услуг, где необходимо зайти в район администрации, получить разрешение на омолаживающую обрезку. Если это идет речь не как муниципального учреждения, так и на их учреждениях, предприятия различные. То есть все формы собственных учреждений обязаны получить разрешение. Существует два правовых акта, регламентирующих снос и спил деревьев. Если рядом с вашим домом проходит обрезка деревьев, вы вправе спросить у мастера порубочный билет или экспертизу, в которой говорится, что дерево подлежит обрубке. Существует также так называемый дендроплан. Если вместо документов вам говорят, куда вам стоит пойти, вы вправе обратиться с жалобой в районную или городскую администрацию. Кроме того, полномочия органов прокуратуры в этой ситуации тоже никто не отменял. Герман Кириченко, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1». В Центральном районе полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве. 23-летний неработающий волгоградец в ходе возникшего конфликта металлическим прутом ударил по голове своего знакомого. Потерпевший госпитализирован. В настоящий момент полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Оужском сотрудники ГИБДД задержали водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места аварии. 19-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на 53-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, но в течение нескольких часов был установлен и задержан. В отношении нарушителя возбуждено административное расследование. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который из торгового павильона, расположенного на одной из автозаправочных станций, похитил товарную продукцию, а после скрылся на автомашине. Мужчину задержали на посту ДПС в Городичинском районе. В целях минимизации последствий распространения вирусной инфекции гражданам рекомендуется минимизировать посещение подразделений Главного управления МВД России по Волгоградской области и территориальных органов на районном уровне по вопросам получения государственных услуг. При подаче заявления на получение государственных услуг рекомендуется использовать возможности единого портала государственных и муниципальных услуг по дистанционному направлению заявления. К новостям спорта. На прошедшей неделе состоялась конференция Союза Европейских футбольных ассоциаций под председательством президента Александера Чеферина. Комиссия приняла решение перенести чемпионат Европы 2020 на следующий 2021 год. В связи с этим событием главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам. Подробности у нашего спортивного комментатора Константина Родионова. В видеоконференции приняли участие представители 55 национальных ассоциаций, правления ассоциаций европейских клубов, европейских лиг и профсоюза игроков. Было принято решение перенести юбилейный чемпионат Европы, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, на следующий – 2021. Новые предложенные даты с 11 июня по 11 июля 2021 года. А также все турниры и матчи у ЕФА, включая товарищеские, среди мужских и женских клубов и сборных отложены до дальнейших распоряжений. Стыковые матчи Евро и спарринги сборных, назначенные на конец марта, пройдут во время окна для международных игр в начале июня, если на тот момент позволят текущие ситуации. Друзья, дорогие болельщики, есть решение, которое приняло ЕФА сегодня, что чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целью болели, поддерживали. Мы все оказались в этой ситуации. И понятно, что здоровье болельщика важнее, нежели тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг к другу повнимательней. Берегите себя, берегите близких. Мои пожелания – набраться терпения и удачи. Таким образом, мартовские гостевые контрольные матчи с участием национальной сборной России перенесены предположительно на июнь текущего года. 28 марта наша команда планировала сыграть на стадионе «Фрэнс-Арена» в Сольне против Швеции, а 31 марта в Кишиневе на арене «Зимбрус» в Молдавии. Добавим, что на групповом этапе чемпионата Европы, теперь уже 2021 года, наша команда сыграет со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1». Играем матчи без зрителей. Таков был вердикт Федерации водного пола России, что в целом никого не удивило. Последние туры, сыгранные в футбольных первенствах, также проходили без болельщиков. Матчи теряют из-за этого в зрелищности и эмоциях, но, к сожалению, чему быть того не миновать. Пятый тур в Ватерпольной высшей лиге состоялся, что не может не радовать. Дублеры Волгоградского «Спартака» сыграли четыре поединка, и лишь в одном из них потерпели поражение. Произошло это в стартовой игре тура против казанского «Синтез ООР». Главный конкурент дублеров «Краснобелых» уже не первый раз отбирает очки у нашей команды, что сумел сделать и в Волгоградском туре. Казанцы одержали победу с минимальной разницей в два мяча – 10-8. В следующем поединке коллектив Юрия Смолова встречался со сборной «Северной столицы» нашей страны и откровенно отыгрался за поражение в стартовом матче, одержав победу со счетом 18-12. Далее соперником «Спартаковцев» были ватерполисты белорусского «РЦОП», которые оказали достойное сопротивление хозяевам бассейна, однако взять очки не смогли. Победа Волгоградской дружины – 14-12. И в заключительной встрече пятого тура «Спартак-2» экзаменовал сверстников из подмосковного «Штурма-2002». При всем уважении к соперникам, тягаться на равных с краснобелами им откровенно сложно. Как итог, победа Волгоградцев – 10-4. Турнирная таблица в «Штурме-2» – «Спартак-2» занимает второе место, имея в активе 31 балл, однако у лидера «Казанского синтеза ОР» 38 очков. Смогут ли Волгоградцы догнать конкуренты, и когда будет сыгран следующий тур, на сегодняшний день неизвестно. Остается надеяться, что тяжелая ситуация как в России, так и во всем мире разрешится в ближайшем будущем, и спортсмены приступят снова к своим прямым обязанностям. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1». Здравствуйте. Важнейшее событие прошедшей недели – заседание Банка России по ключевой ставке. Оно не принесло сюрпризов. Совет директоров Банка России на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Напомню, что от величины данной ставки зависит стоимость кредитов и доходность банковских депозитов. Для Банка России понижать ставку в текущей ситуации означает усилить весь вес финансовых проблем, вызванных кризисом, которые пока еще неизвестно, до какой степени могут развиться. Повышение означает загнать бизнес в дорогие деньги в ситуации, когда он и так еле выживает. Впрочем, регулятор напомнил, что оставляет за собой право в случае острой необходимости пересмотреть решение по ставке оперативно и не дожидаясь плановых заседаний. И это, вероятно, правильный ход. Инвесторы будут уверены, что ЦБ держит руку на пульсе и при необходимости вколит больному нужную порцию адреналина или обезболивающего. Впрочем, под адреналином в России понимается совсем не то же самое, что в развитых государствах. Они у себя сейчас стремительно ставки понижают. Мы же, относясь к категории развивающихся экономик, в любой напряженный момент переходим к повышению ставки. Под напряженным моментом у нас обычно понимают ускорение инфляции или резкое падение курса национальной валюты. В любом случае, в ближайшее время размер потенциального повышения с учетом текущей конъюнктуры, как на внутреннем, так и на внешних рынках, может быть ограничен верхней границей нейтрального диапазона, а это 7% годовых. Спонсор экономического блока – акционерное общество «Финам». «Финам». Инвестируйте грамотно. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Температура воздуха ночью плюс два, плюс три, днем плюс восемь, плюс девять. Я современный и очень точный. Я вижу вас насквозь. Общение со мной максимально безопасно. Я рентгенографический комплекс в клинике «Жемчужина» на «Металлургов 30А». Рентген до десяти вечера? Да. Звони 78 13 78. На этом наш выпуск завершен. Наши сюжеты и программы вы всегда можете посмотреть на сайте Волгоград1.тв, на ютуб-канале и в соцсетях. А если вы стали очевидцем ДТП, коммунальной аварии, беспредела чиновников, или наоборот запечатлели на камеру мобильного телефона, яркое и красивое событие, пишите нам на номер ватсап. 8-905-399-399-8 или на почту 2-дефис-тв-собакамейл.ру. А мы покажем ваши народные новости в эфире. Уфа! Уфа!